Пятый канал представляет Глеб, что с тобой? Что случилось? Да капец. Меня грабанули. Только что. Деньги за машину. Все. Все. Почистую. К детективам обратилась Зинаида Сомова. Вот наша старая машина. Глеб пришел ее продать, взять кредит и купить новую. Получше. Да вроде это. Вполне прилично. Нашел покупателя. Его фамилия Яковлев. Сторговались. А вчера Яковлев рассчитался. А где это было? В нашей машине. Ну, уже не в нашей. А кто присутствовал при передаче денег? Двое знакомых. Их и Глеб знает, и Яковлев. Ну, вроде как свидетели. Ну, в принципе, нормальная практика. А что было дальше? Ну, а потом Глеб пошел домой с деньгами. И за гаражами в Лукьяновском переулке какой-то отморозок на него напал, ударил по голове. Глеб даже на несколько секунд отключился. А потом этот гад у него из карманов деньги вытащил, ударил в лицо и убежал. А сколько было денег? Девятьсот тысяч. Да, немало. Ну, да. Скажите, а муж ваш чем занимается? У Глеба бизнес небольшой. Он типографское оборудование купил. Печатает визитки, календари, рекламные буклеты. Доход небольшой, но нам хватает. А что вам в полицию сказали? Мы в полицию не обращались. Глеб сказал, что все равно никого не найдут. Ну, я сколько ни упрашивала, он заявление писать не стал. Я поэтому к вам и пришла. Нет, ну в полицию обратиться придется. Понимаете ли, это тяжкое преступление, разбой. В статье 162 Оголовного кодекса Российской Федерации это же не баловство. Ну, вам виднее. Вы возьметесь? Ну, что ж, конечно, постараюсь вам помочь. А где произошло, говорите, в Лукьяновском переулке? Да, за гаражами. Время было примерно полдевятого вечера и народу никого. Я, пожалуй, туда съезжу, посмотрю, может, там есть камеры наружного наблюдения. А ты собери информацию об этом Яковлеве. Как его имя, отчество? Владимир Иванович. Вот, Владимир Иванович Яковлев. Ань, а вы, наверное, на месте Зины отправляетесь к ней поговорить с Глебом. Пусть он все подробненько расскажет, что произошло. Хорошо. Зина, зачем без моего ведома обратилась частным интексивом? Еще и в полицию. Все равно никого не найдут. Какой смысл людей понапрасну дергать? Ну, а вдруг найдут? Нам что, эти деньги лишние? Вы нападавшего разглядели? Да нет. Стемнело уже. Выскочил он так неожиданно. Шандарахнул меня, сволочь, по голове. Я и отключился. То есть вы когда очнулись, его уже не было? Я очнулся, глаза открываю. А он это заметил и по морде мне заданул. Ну, вы вообще никаких примет не помните. Да какие там приметы? Ну, он в маске был. Одни глаза только. А больше ничего я не знаю. Хорошо. А голос? Он говорил что-нибудь? А что ему говорить-то? Все в пять секунд произошло. Он выскочил, стукнул, деньги забрал и все. Да, короче, еще тут разбираться. Я сам лоханулся. Понятно. Но вы не волнуйтесь, мы постараемся вам помочь. К возвращению детектива помощнику удалось найти некоторые сведения о покупателе Владимире Яковлеве. Есть что-то интересное? Да немного. Яковлев Владимир Иванович, 36 лет, мастер спорта по кикбоксингу. Завершил спортивную деятельность в связи с травмом. В настоящее время является руководителем и тренером частной школы самообороны. Да. А у вас? А вот запись с камеры в Лукьянском переулке. Точно такую же я отнес в полицию. И там же рассматривают вопрос возбуждения уголовного дела по факту разбойного нападения. Давай, посмотрим. Ну, врезал он ему нормально. Прямо как профессиональный боксер. Или кикбоксер. О, я понимаю, куда ты клонишь. Не аргумент. Подождите, но Яковлев мог догнать Глеба и отобрать у него деньги, которые сам ему дал. Надо еще разобраться. Поговорил с Глебом? Да, поговорил. Он злится, что его жена обратилась к нам. Нападашева он не разглядел. В общем, говорит, что мы никого не найдем. Вот, посмотри-ка запись. Вам не кажется, что это видео постановочное? Ну, на случайности это точно не похоже. Нападавший знал, что Глеб пойдет именно этой дорогой в это время и с деньгами. Ну, о том, что Яковлев передал Глебу деньги, знали только сам Глеб, его жена и двое свидетелей. Ну, и сам Яковлев. Я лично за Яковлева. Хорошо, я поеду поговорю с Яковлевым. А вы, ну, я не знаю, пиццу, что ли, закажите. Ну, спасибо, спасибо. Звони, звони, звони. Приход детектива стал для Владимира Яковлева неприятным сюрпризом. Добрый день. Частный детектив Лукин Игорь Петрович. Дело в том, что вчера после вашей сделки на Сомова напали и ограбили. Деньги сперли. А я-то здесь при чем? Слушайте, не надо вешать чужих собак на меня. Я же вижу, что у вас на уме. Хорошо, тогда ответьте на простой вопрос. Где вы вчера были вечером с восьми до девяти? В кабаке. Встреча с Надеждой называется. Надо же было отметить полетские тачки. Не каждый день покупаю. Согласен. А кто с вами был? Друзья. Те, которые были с нами, когда я Сомова бабки отдавал. Спросите, а не врать не стану. Спросим, конечно. А вы сами как думаете? Ну, кто мог ограбить Сомова? Не ко мне вопрос. Хотя я звонил ему часов в семь ночи или восьмого, точно не помню. Он как раз из дому выходил. И что? Я не знаю, важно ли это, но он поговорил со мной. Потом слышу, какой-то мужик к нему докопался. По голосу бухой. Ну, Сомов его послал куда подальше и разговор со мной сразу свернул. И это все? И это все. Короче, деньги отдал, тачку забрал. Что было дальше, мне не касается. Понял. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Дим, нужно выяснить, был ли вчера Яковлев в кафе, встреча с Надеждой. Если был, то в какой временной промежуток и кто с ним вместе был? А я съезжу к Сомову, надо один момент уточнить. Все, работайте. Глеб, скажите, вчера вечером, когда вам звонил Яковлев, вы с каким-то мужчиной разговаривали на улице. Это кто был? Это был Витька Нестомин. Он живет в нашем же доме в соседнем подъезде. Ну, короче, алкаш. Понятно. А о каких деньгах шла речь? Да ну его. Он один раз мне с ремонтом помог. Теперь ему кажется, что я ему по гроб жизни обязан. А вы что же, с ним не рассчитались за ремонт? Да, конечно же, рассчитался. Только ему почему-то кажется, что я ему не доплатил. Ну, поэтому пришлось сказать там пару ласковых. И как он отреагировал? Да известно, как отреагировал. Стал наезжать, сказал, что я пожалею. Ну, и такая мура. Понятно. Больше вопросов не имею. Спасибо. Всего доброго. А при чем тут Истомин? Дим, хватит. Игорю Петровичу ничего не останется. Еще закажем. Еще закажем. Что у нас с алиби Яковлева? Подтвердилось. Он вместе с Зиминым и Реутовым пришел в кафе примерно в 8.05 вечера. А ушли они оттуда все трое не раньше десяти. Это подтверждают официанты и охранник. Ну, откуда такие подробности? Да, они часто бывают в этом кафе. Их там все знают. Ну, а так как нападение на Глеба произошло в 20.27, значит, Яковлев в Лукьяновском переулке в это время быть, ну, никак не может. Вот и лопнула твоя версия. Угу. Честно говоря, у меня тоже не густо. Нет, вроде бы есть один человек, который мог слышать, как Яковлев договаривался с Сомовым о передаче денег по телефону. Это сосед Сомова Виктор Истомин. А кто такой этот Истомин? Ну, по словам Глеба, местный заболдыга. Честно говоря, я не верю, что он мог это сделать, но поговорить с ним стоит. Других версий у нас нет. Так что, Дима, заканчивай чаевничать и вперед. А почему как с заболдыгами общаться сразу Дима? Ну, я, что ли, с ним буду разговаривать? Ладно. На улице ограблен молодой предприниматель Глеб Сомов. У него похищены 900 тысяч рублей. Деньги, вырученные после продажи легкового автомобиля. Глеб говорит, что не успел разглядеть нападавшего, все произошло слишком быстро. Запись с уличной видеокамеры тоже не дает четкого представления о внешности нападавшего. Под подозрение детективов сначала попадает покупатель машины Владимир Яковлев. Виктора Истомина помощник нашел во дворе. Доброго дня. Здорово, Кольня Шутиш. А вы Виктор Истомин? Как угадал? Работа такая. Скажите, пожалуйста, а вы Глеба Сомова знаете? Чуть не знал. Смотри, смотри, что я делаю. Баночки-пляночки собираю. А этот Глебка миллионами расшуривается. Откуда же вы знаете? Откуда, откуда? Да весь дом гудит, как улей. Сомова, бакрали, ой-ой-ой-ой-ой. Ну так ему и надо. Нифига жлобиться. А вы ведь знали, что он должен был вчера возвращаться домой из Глеба. Да. Вы присутствовали при его разговоре об этом. Ничего я не знал. Я что, потом подслушивал, что ли? Оно мне надо, а? Ну а куда же вы потом-то пошли? Куда, куда? Ясен пень. Баблуша искать. К одному сунулся, к другому, к третьему. Мир, как говорится, не без добрых людей. Не, ну прикинь, пожрать не на что было взять. А Глеб этот скотина ни шиша мне не дал. Ну, судя по вашему амбре, вы в тот момент не о еде думали. Не веришь мне, да? Да мне никто не верит. Я уж привык. Так себе. А Глебка ваш чем лучше, а? Ты бы лучше к нему присмотрелся. К нему и к его этой Зимке. А то, понимаешь, кончить из себя таких ангелочков влюбленных. Люблю-люблю, трамвай куплю. А сами-то... Что сами? Что сами? Видел я эту Зинку? С хмырем одним на днях. Зин, привет. Куда летишь? Миша, тебя и не узнать. Ты как тут? У меня отец умер, вот на похороны приехал. Заодно и тебя повидать. Зачем? Ты же знаешь, я замужем. Зин. Я ведь до сих пор тебя люблю. Миш, не надо. Люди же кругом. А кто это был? Кто-кто? А то не ясно. А Мишка этот. Хохальзинкин. С которым она, походу, раньше мутила. А теперь он оп! И нарисовался. А она оп! И повелась. Видел я, глазенки ее угольками горели аж. Мне кажется, вы опять преувеличиваете. И снова нам не верят. Хозяин барин. Хочет живет, хочет удавиться. Пожалуйста, умный такой, кумекай сам. Я тебе больше не советчик. Чао, бамбино. Помощник сообщил Лукину информацию, которую узнал от Истомина. Ну, спасибо, Найдан. Давай возвращайся. Ну, что там? Что-то новенькое? У Зинаиды, похоже, любовник есть. Любовник? Ну, не знаю, там, любовник или ухажер. Слушай, Ань, а поговори ты с Зинаидой. Ну, так, деликатненько, по-женски. Легко. Я бы хотела поговорить с вами о Михаиле, с которым вас видел Виктор Истомин. Истомин уже и вам не сплетничал, да? Вот трепло. Ай, это он мстит. Глеб перестал ему деньги давать. Я мужу готовлю ужин, извините. Все-таки скажите, пожалуйста, кто такой этот Михаил? Кондратьев его фамилия. Глеб и одноклассник. Они еще со школы дружили. Я с ними на дискотеке познакомилась. Еще в школе училась. Да и они тоже. И они оба в вас влюбились? Так и было. Я не знала, кого выбрать. Оба хорошие. Оба мне нравились. Но потом Миша провалил экзамен в институте. Его забрали в армию, а Глеб остался. Красиво ухаживал. Ну, я за него и вышла. И ни о чем не жалею. Ну, Михаил, наверное, обиделся на вас, когда из армии вернулся? Он думал, что я его дождусь. Но я сказала, что ничего не обещала. И вообще я замужем. И он уехал на Урал. А чем он на Урале занимается? Работает на металлургическом комбинате. Но потом никаких вестей не подавал. Я уже стала и забывать о нем. А тут явился, не запылился. Говорит, что любит меня, жить без меня не может. На других женщин не смотрит. Поэтому и не женился. А это он вам все на улице рассказал? Нет, там Истомин рядом вертелся, уши грел. Мы пошли к Мише домой. Посидели часок, поговорили. Но вы ничего не подумайте, ничего такого не было. Мне, кроме Глеба, никто не нужен. Я ему так и сказала. Но я думаю, что главное Истомин услышал. Да, и в тот же день все Глебу разболтал. Еще каких-то глупостей добавил, которых на самом деле не было. А Глеб? Глеб психанул, полез ко мне с вопросами. Что у вас с Мишкой? У меня с Мишей ничего. Больше он ничего не спрашивал. Понятно. Ладно, спасибо вам большое. Я пойду. Ну что, я думаю, вы правы. Этот Михаил никакого отношения к нападению не имеет. Тут какая-то другая история. Может быть, оно и так. Алибия Истомина подтвердилась. После скандала с Глебом, он действительно пошел клянчить деньги у своих знакомых. Несколько человек мне это подтвердило. Теперь у нас вообще не осталось никаких зацепок. Ну почему же? Есть одна зацепка. Я с самого начала вам сказал, что видео похоже на постановочное. Пойдемте. Вот посмотрите. Глеб ведь не слабак. А упал как подкошенный. Хотя и удар не сильный был. Ну и что? Посмотрите, нападавший не стал лазить по карманам. Он точно знал, где лежат деньги. То есть вы думаете, что Глеб сам организовал на себя нападение? В всяком случае знал, что оно состоится и подыграл нападавшим. А зачем это ему? Надо выяснять. Так что я к Сомову. А вам тоже будет задание. Ань, ты собери на этого Глеба всю информацию. А ты давай начинай за ним наблюдение. Хорошо. Мне кажется, он что-то темнит. Зина, я хотел бы кое-что уточнить. Вы в последнее время в поведении Глеба ничего необычного не замечали? Ну, может, у него на работе какие-то неприятности? Ну, почему-то он решил продать свою машину. Может, он у кого-то деньги занимал. Нужно срочно долг вернуть. Да нет, ничего такого. И долгов у него нет. Я бы знала. Присаживайтесь. Спасибо. Ну, все равно вы подумайте. Не знаю, насколько-то необычно, но иногда он как будто выпадает из реальности. Думает о чем-то своем, отвечает мне в попад. Я спрашиваю, что с тобой, он не говорит. Он даже огрызнулся однажды. Но это было до ограбления, раньше. А как вы думаете, с чем это может быть связано? Я сама не знаю. Может быть, он мне встречу с Мишей простить не может. То есть, все это началось после вашей встречи с Михаилом? Да, примерно тогда. Ну что ж, Дина, спасибо за откровенность. Этим же вечером наблюдавший за Глебом Сомовым Дмитрий стал свидетелем его встречи с неким мужчиной. На следующий день помощник показал снятое видео с Глебом Сомовым. Ну, и кто это такой? Анатолий Голубев, электрик в управляющей компании, живет на Озерной. Жаль, только не слышно, о чем они говорят. И что этого Голубева связывает с Глебом Сомовым? Они что, родственники, приятели? Может, нам клиентка подскажет? Давайте ей позвоним. Слушаю. Зина, здравствуйте. Скажите, Зина, вам знаком такой Анатолий Голубев? Толя? Да, это приятель Глеба, а что? А они часто общаются? Нет, редко. Толя хороший электрик, и Глеб его как-то нанимал починить электрооборудование в типографии. Толя все сделал быстро и взял недорого. Они вообще давно знакомы? Да, давно. Толя сосед Миша, а Глеб очень часто ходил к Мише в детстве. Вот и общались с тем двором. Еще один друг детства, понятно. А вы не знаете, Михаил здесь или уже уехал к себе на Урал? Не знаю. Он мне не звонил. Да и я ему тоже не хочу. Зачем Глеба лишний раз дразнить? Вы не могли бы мне скинуть его номер телефона? Да, конечно. Да, и здешний адрес тоже Михаила скиньте. Хорошо. Интересно, о чем мы не говорили. Что будем делать? Позвоню-ка я Михаилу Кондратьеву. Он же знает и Голубева, и Глеба. Может, тот подскажет? Вот, Зина телефон его уже прислала. Абонент недоступен. Внизон и доступа сети. Ну, мог и разрядиться? Мог, конечно. Тогда лучше я к нему наведаюсь. Так будет надежней. Адрес тоже есть. Ну, давайте, вы на связи. Хорошо. Ограблен молодой предприниматель Глеб Сомов. Неизвестный в маске отобрал у него прямо на улице 900 тысяч рублей. Наблюдение за Сомовым выводит сыщиков на его приятеля Анатолия Голубева, который, в свою очередь, является другом Михаила Кондратьева, бывшего ухажера жены Сомова Зинаиды. Детективы планируют встретиться с Михаилом, но сделать это невозможно. Он таинственным образом исчез. Вскоре детектив Лукин подъехал на улицу Озерную, к дому, где в детстве жил Михаил Кондратьев. Однако дома Михаила не оказалось. Простите, пожалуйста, а вы не знаете, случайно, хозяин четвертой квартиры? Мишка Кондратьева. Да нет, отца его. Понимаете, я полгода был в командировке за границей. И я должен был ему привезти одну вещь. Звоню, звоню, не могу дозвониться. Решил приехать, а дверь никто не открывает. Да умер дядь Коля. Не знаете, разве? Не знал. Как же так? Ну, а Мишка, я бы с ним поговорил. Все-таки отца-то его хорошо знал. Мишка домой к себе в Уральск уехал. У него там работа, квартира. Что ему тут делать? Недавно уехал. Дня два тому назад, может, больше. Я за ним не слежу. Как жаль, что так вышло-то, а? Ладно, вы извините. До свидания. В офисе детектив еще раз позвонил на номер Михаила Кондратьева. Вот, недоступен. А чего вы переживаете? Нас его искать не простили. Человек, он взрослый. Я хочу поговорить с человеком в рамках расследования дела. А он пропадает. Игорь Петрович, ну, давайте я о нем какую-нибудь информацию найду. Посмотрю в базах, в соцсетях. Ну, а что, дельное предложение, займись этим. И еще, нужно сделать запрос на предприятие, где работает Михаил. Наверняка ведь он оформлял отпуск. Нужно выяснить, вернулся, не вернулся, и даты уточнить. Хорошо. А мне? А у тебя прежнее задание – наблюдать за Глебом Сомовым. С ним тоже одни загадки. Хорошо. Вечером того же дня Глеб Сомов снова встретился с Анатолием Голубевым. На этот раз Дмитрию удалось подойти поближе и услышать их разговор. Все же уже порешали. Да, извиняю, Глебич, накладочка вышла непредвиденная. Накладочка? Какая? Понимаешь, попался один гад. Так. Ну, короче, не знаю, каким ветром его занесло туда, в ту ночь на кладбище. Короче, он все видел. Ну, смехнул, что к чему. Теперь вышел на меня, деньги требует. Сколько? Сто тысяч. Сколько? А не пошел бы он, а? Слушай, Глебич, да я за тебя. Всегда помогал тебе и помогать буду. Ну, тут Вилла, он свидетель. Блин, засада. Короче, как ни крути, откупаться от него надо. Других вариантов нет. Ну, у меня нет денег. Я тебе все отдал. Слушай, ну, кредит возьми. Ты же хотел. А жене я что скажу? Кредит. Врать ей опять? Она и так вон пошла к частным детективам. Все никак успокоиться не может. Ну, тогда не знаю. Ну, надо что-то делать. Этот козел трое суток сроку дал. Короче, если в пятницу ему деньги не вернем, то сдаст нас ментам. В пятницу? Да. Короче, давай здесь в шесть вечера. Придешь? Приду. Вариантов-то нет никаких. Давай. На следующий день помощник поделился результатами своих наблюдений. Ну, а вчера Глеб обзванивал своих знакомых. Деньги у них просил. Словно милостыню. Даже жалко его стало. Что его так припекло-то, а? Еще эти разговоры о кладбище. Тут явно какой-то криминал. Я думаю, скоро узнаем. Михаил Кондратьев никак не выходит на связь. Ты о нем справки навела? Да. Он две недели назад взял отпуск за свой счет в связи со смертью отца. Должен выйти на работу через неделю. А адрес его в Уральске узнала? Да. Ну, хорошо. Значит, поеду к нему. В Уральск? Ну, что, есть варианты. Ты посмотри там ближайший рейс, когда я возьми мне билет. Да, уже иду. Три дня спустя, как и было установлено, Глеб Сомов и Анатолий Голубев встретились на том же месте. Они не знали, что за ними внимательно наблюдали детективы. Держи все, что собрал. Сколько здесь? 52. 52? Я же, ну, точнее, этот козел просил сотку. У меня нет денег. Мне негде их брать. Ну, ладно, ладно, успокойся. Сколько собрал, столько собрал. Попробую договориться. Давай. А что это у вас здесь за сделка происходит, добрый вечер? А вы кто? Э, где-то я вас видел. Частный детектив. Моя фамилия Лукин. Я как понял, вы все слышали, да? Ну, и пусть. Мне, в общем, уже все равно. Но, как там у вас говорится, хочу сделать признание. В общем, я убил человека, а он может все подтвердить. Я вообще тут ни при чем. Э, во сколько здесь? Деньги верни. Ему. Ну-ка, рассказывайте, как все было. Когда я узнал, что Миша стал Зину клеить, я решил его навестить и набить ему морду. О, Глебич, присаживайся, гостью им будешь. Сейчас Толян горючку принесет. Да я не бухать пришел. Ты какого черта опять к Зине лезешь? Она моя жена, ты понял? Я Зинку люблю. И она меня тоже. Врешь. Вру. Но ты пока свои буклетики шлепал, мы с ней прямо тут. Так покувыркались. Что? Что слышал? Руки убери. Ты что? Я не слышал. Как ты сволочек. Э, мужики, вы что? Ты что, осумел, что ли? Что вы с ним? Кажется, того. Умер. Что это теперь делать? Я не хочу в тюрьму. У меня жена обеземенная. Спокуха. Мы же друзья. Я тебя прикрою. Ну что, так все было? Ну так. Я ушел. А он утром позвонил, сказал, что связался со знакомыми гробовщиками. Они ночью тихо труп из квартиры вынесли, на кладбище закопали. Ну, типа, бомж, неопознанный труп. А потом оказалось, что с ними надо рассчитаться, да? Ну, конечно. Они же рисковали. Это же подсудное дело. Цену назначили, я машину продал. Потом этот спектакль с ограблением разыграли. Ну да. Но это он все придумал. Я же не мог просто так деньги отдать. Что бы там Зина сказала? Ну вот и решили, что он будто бы меня ограбит. Ну и в морду даст. Для реализма. А потом Анатолий сказал, что деньги еще нужны. Ладно, все, хватит. Лучше в тюрьму. Вызывайте полицию. Да подождите, подождите, полиция. Мне кажется, что я вот эту историю уже слышал. От кого? Миша? Ты живой? Ну, теперь ты рассказывай. Очухался? А я знал, что все нормалек будет. Башка у тебя крепкая. Где этот придурок? Ты домой слинял. Решил, что грохнул тебя и свалил. Сейчас не дождется. Я ему еще устрою. Ты это, погоди. Успокойся. Я тут штуку одну придумал. Мало ему не покажется. Он у нас еще попрыгивает. Это что получается? Я вам бабки давал. А вы их между собой пилили, да? Да я себе немного взял. Остальное все ему перечислил. Что ты гонишь? Ты больше половины себе захапал. Потом будить финансы подсчитывать. Я сразу понял, что никакого трупа и не было. После драки Михаил вернулся к себе на Урал. Залег на дно. На телефон не отвечал. Даже симку выкинул. Но вы все равно его мёшь. Ну, самому-то тебе не стыдно? Да я не хотел. Злился сильно на Глебку. А то Толя надейку подкинул. В общем, завязывать надо. Завязывай. Кто мешает? Как? Глебка же в курсе, что меня нет. Значит, нужно ехать к Глебу. Доказывать обратность. Кстати, на живом примере. Не могу. Сможешь. Давай, собирайся. Только меня к этому делу не надо приплетать. Они между собой и за бабой разбирались. Я тут вообще ни при чём. Да, только ситуацией-то очень ловко воспользовался. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Дазин. Да я скоро буду. Ты не переживай. Тут я немного сдержался. А? По делам. Жена звонила? Ага. Идите в машину, я вас подвезу. Спасибо. А вы, молодые люди, из города никуда не уезжайте. Я думаю, у полиции к вам вопросы будут. Да, и деньги Глебу придётся вернуть. Детектив Лукин привёз Глеба домой и рассказал Зинаиде о том, что на самом деле произошло с её мужем. Ты мог подумать, что я тебе изменяла? Да я не думал. Я даже в это не поверил. Я просто... Я хотел с ним поговорить по душам. Чтобы он тебе больше не лез. Ну, если бы я знала. А если бы я тебе рассказал? Ты представляешь? Ты бы вообще с ума сошла. А я... Я за тебя переживаю. Из-за нашего ребёнка будущего. А ведь действительно, что было, если бы вы Кондратьева убили, а? Вот ревность опасное чувство. Очень опасное. Скажите мне, а... Что мне будет за то, что я ему этот... К телу кто поцарапал? Ну, я думаю, Кондратьев не будет на вас писать заявление в полицию. Времени прошло много. Да и рано его затянулось. К тому же, они с Голубевым сами могут попасть под статью за мошенничество. Так что вы смело на них подавайте заявление, как пострадавший от их действий. Нет. Не хочу. Пусть вернут деньги, которые взяли, и мне больше от них ничего не нужно. Я правильно говорю, Зина. Ты правильно решил. Я просто больше не хочу об этом слышать. Ваше право. Анатолий Голубев и Михаил Кондратьев были осуждены по статье 159 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации и получили по два года условно. Суд учел, что ущерб потерпевшему был возмещен, и Глеб Сомов не имел претензий. Продолжение следует...